Друзья, приветствую всех на канале, с вами Морлхира и в сегодняшнем ролике вместе с вами затронем ту самую тему, о которой наверное многие догадываются из нашего видеоролика, а именно голосовой чат в танках онлайн. Поэтому в свою очередь не забывайте обязательно видеоролик поддерживать пальчиком вверх, также обязательно черканите в комментариях что об этом, в целом думаете какие ваши мысли на этот счет, ну и конечно если впервые на канале подписывайтесь и прожимайте колокольчики, также не забывайте участвовать в розыгрыше по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal, привязывайте в настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно полтора миллиона, ну и помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танков. Все подробные информации есть в нашем дискорд сервере, присоединяйтесь, ознакомливайтесь, ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам друзья желаю успехов и побед, ну и давайте наверное уже приступим к обсуждению нашей главной темы видеоролика, а именно голосовой чат в танках онлайн. Как вы знаете недавно был стримчик с разработчиками, там как раз таки присутствовал Орех, который затронул некую тему о том, что в скором времени в нашей игре ждет новое обновление, которое как-то связано с Counter-Strike. Ну тут несколько вариантов, либо же рейтинговая система, как раз таки которая позволяет вам играть более равные матчи, в чем я пока что сильно сомневаюсь, создать подобную систему в нашей игре пока что наверное будет сложновато. Также голосовой чат, о котором мы сегодня вместе с вами поговорим, ну и возможно какие-нибудь там контейнеры и все остальное, но вроде как об этом наверное разработчики уже говорили и не держали ничего в тайне, ну по моим предположениям. Поэтому черканите тоже в комментариях, что вы думаете, а мы сегодня все же обсудим тему именно голосовой чата, возможно если к ним интерес в этом случае будет подобных видеороликов, возможно и в дальнейшем мы и все остальное вместе с вами также пообсуждаем, поговорим и поделимся комментариями. Я давайте наверное изначально предложу свой аккаунт друзьям, точнее в группу, да, о чем как раз таки мы сегодня вместе с вами говорим, о том, что вот таким образом можно вместе со своими друзьями попадая там в условную группу, как раз таки находясь вместе, после чего если такой функционал все же добавят, у нас будет появляться какая-нибудь кнопка условная, которая вам будет позволять уже общаться со своим товарищем, знакомым, с которым вы часто играете, проводите время вместе, также другим игроком, который также третьим у вас в группе находится. Ну и вместе, конечно, благодаря этому координировать свои действия и благодаря этому, конечно, играть гораздо, ну проще, как ни странно, больше возможно иметь шансы на ту или иную победу, взаимодействие на самой карте, потому что мне кажется тема достаточно актуальная, хоть и многие сейчас, наверное, с ребятами, которыми и так часто проводят время, наверное, играют как раз таки на голосовой связи, в дискорде, в каком-нибудь. Но бывают же моменты, когда вы попадаете в матч, в котором у вас нет знакомых, но при этом, возможно, есть хорошие игроки, с которыми было бы неплохо скоординироваться, как раз таки нажав на него, создать определенный взвод, возможно, группу в дальнейшем, которая позволила вам бы общаться на голосе, ну и, конечно, тем самым вести команду к определенным результатам, успехам, ну и, возможно, победить. И получается, что не только у вас получается больше возможностей на самой карте реализовать свой потенциал, возможно, вашего тиммейта так еще и интереснее игра выходит по итогу, потому что играть с кем-нибудь на голосе вот так вот внезапно в каком-нибудь матче реально с хорошим игроком, это гораздо больше добавляет интереса в самом процессе как раз таки игры. Ну и, в целом, возможно, благодаря этому ты можешь уже больше играть более с кем-нибудь командно, где-нибудь группами, компаниями, которые тебе позволяют, как ни странно, больше удерживаться в игре, потому что, мне кажется, раньше те самые пробитвы, которые были довольно затяжные, продолжительные, в которых было много мест, как раз таки благодаря им, и вы имели возможность собираться в конференции, в команды, в кланы, которые позволяли тебе в любом случае поиграть и круто провести вместе время. Ну и в таком случае, конечно, проще выигрывать, когда вы играете дружно команда. Сейчас же такой пока возможности нет, большинство, конечно, как я ранее говорил, используют тот самый дискорд, благодаря которому ребята как раз таки и общаются на голосе. Не всегда, конечно, удобно именно в самом матче узнавать у кого-то дискорд, добавлять, выходить на связь, то есть гораздо проще, когда этот функционал сам заложен в игру, и благодаря этому, конечно, уже становится гораздо проще и интереснее подобными моментами заниматься в плане как раз таки игры с кем-нибудь внезапно. Возможно, возможно, голос не обязательно, конечно, играть только со своими знакомыми, но еще и в битвах с кем-нибудь познакомиться, возможно, как раз таки узнать о игроке чуть поподробнее, потому что иногда интересно, да, кто с тобой играет в команде, реально откуда он взялся. Возможно, благодаря его успехам в битве, возможно, наоборот, как раз таки, когда результаты совсем печальны, и ты просто удивляешься, да кто же этот игрок в моей команде. И, по-моему, разработчики как раз таки ранее говорили о том, что причиной, почему до сих пор они добавили подобные возможности, это была оптимизация. Надеюсь, что как раз таки спустя уже несколько лет оптимизация нашей игре стала на уровне, по крайней мере, я сильно в это верю, хотя, честно говоря, лаги в нашей игре говорят как раз таки об обратном. Но надеюсь, что, возможно, это то самое обновление, которое добавит интерес к самому проекту, даст новые возможности, ну и по итогу позволит игрокам, возможно, что-то попробовать новенькое в игре. То есть пообщаться, поиграть, провести время в группе, играя в танчики онлайн, и мне кажется, это гораздо будет больше удерживать игроков в самой игре. Ну и благодаря этому, возможно, даже некоторые игроки пойдут в киберспорт, играя на голосе, уже достигая определенных высоких результатов и получая те или иные награды в своем случае. Поэтому напишите ваши комментарии по поводу этого сегодня, насколько по-вашему это может являться тем самым обновлением, которое Орех готовит в ближайшее время для наших игроков. Или я сильно, возможно, в сегодняшнем видеоролике ошибаюсь, возможно, идет речь как раз таки о чем-то другом. Возможно, наконец-таки рейтинг добавит в нашу игру, как это было в Танках Х, когда ты можешь играть как раз с игроками своего уровня, или что-то иное, о чем мы сегодня вместе с вами даже и не говорили. Поэтому, в свою очередь, обязательно подобные ролики поддерживайте пальчиком вверх, если бы хотели подобного формата ролики видеть почаще на нашем канале. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по Танкам онлайн. Ну и, конечно же, если были впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Не забывайте оставлять комментарии. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok